бизнес пошел считаем бабулечки грязные салоне до снаружи есть царапины до хорош вот смотри назад 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 это и быстрее срочно прожигать я вы тоже себе не купил то воняет и ужас просто все право не ягур не не привет с вами снова дэнни стрим компания дэстокар автомобили из германии именно из той германии где продаются качественные хорошие автомобили у нас сегодня техническое видео а точнее про ford for galaxy взяли мы себе в сток galaxy 7 местный 2020 года с пробегом 37000 километров и что у нас будет у нас вот смотрите салон нас уже диагностика на руле сегодня мы посмотрим что с автомобилем как он выглядит вообще и расскажем о нем чуть-чуть поподробнее также речь пойдет о прокатных автомобилях в германии на что стоит обратить внимание как что где и зачем и так прокатные автомобили в германии они должны проходить техосмотр каждый год и у нас каждый год проходил техосмотр все у нас есть подтверждение сервисная история все проходили масло меняли все делали через час масло ему заменили мы не нет я хотел вам поменять масло потом сделать прожиг сажевого фильтра потому что сажевый фильтр при пробеге 37000 говорит что он на 80 процентов засорен поэтому сегодня у нас прожиг сажевого фильтра не знаю получится или нет у меня с этим лаунчем буду что мой лаунч который дорогой лаунч профессиональный уехал на ремонт купил новый лаунч а он сдох 3 600 отдал за то чтобы ждать его месяц как-то так не очень приятная ситуация у меня произошло с лаунчем машина двадцатого года пробег маленький машина ездила мало она была прокатная на ней ездили как угодно где угодно и скорее всего в режиме городском потому что сажевик так просто не засоряется если есть на автобане ему точно ничего не будет прокатные автомобили обычно они грязные хотя по фотографиями когда покупала машина была в отличном состоянии здесь когда заглянул дитейлер открыл дверь виду что-то хотел это же прокатный автомобиль поэтому прокатные автомобили они более загажены или они грязные также снаружи могут быть какие-то сарапаны то есть машина не ваш это ее просто используешь отдал ключи использовал до ключи они как правило если вы узнаете по автомобилю звоните дилеру и спрашивайте на какой резине продается автомобиль какие у нее колеса это обычно зимняя резина чтобы не меняли лето на зиму и они зимой ездят так и все весь сезон получается либо все сезонка но в основном это зимняя резина по сервисам машины всегда ухожены у них всегда сервис то есть они должны обслуживаться фирма там типа секст или другие компании которые сдают автомобиль в прокат они следят за этим то есть если машине нужно то они отдают его делают по регламенту это все делается то есть по технике машин в основном ухожены здесь у нас немножко другая ситуация машина ездила мало стояла долго скорее всего и поэтому сажевик забит сейчас мы будем прожигать сейчас мы будем на нем ездить нам нужно на неделю взять автомобиль бака полтора-два на нем спалить для того чтобы сажевик начал себя чувствовать лучше машину заводить лучше не стоит и стоять возле нее тоже потому что воняет и ужасно просто все прованило здесь если ты и заведешь здесь вокруг по моему вся деревня будет вонять очень очень сильно воняет об газами или выхлопными газами точнее сказать остановимся в порядке то есть она по технике нормально действительно 37000 пробега и ничего по ней такого не скажешь грязная салоне до снаружи есть царапины до который полируется салон убирается ну то есть это все делается и по технике нужно сейчас только сажу их сделать так что поехали будем смотреть машина на автомате поэтому повар shift тоже есть пару слов об этой коробке напряжение аккумулятор на батарее напряжение аккумулятор на батарее высокое напряжение электрической цепи датчика уровня есть низкое напряжение в системе напряжение аккумулятора напряжение на аккумулятор короче сохраняя пока его оставляю себе для дальнейшей диагностики автомобиля чтобы мы знали что с автомобилем было и удаление кодов включим клейму автоматическая к нему установка коробка автомат два ключа от автомобиля то есть все в порядке никаких вопросов сильных повреждений по салона нет он просто грязный в нем реально не убирать сделать как вы ездили так и бросали заберите где-то кто-то пылесосом по коврикам прошел камера заднего видно конечно есть отлично в общем вот она коробка автомат power shift и очень любят эти коробки я их прекрасно понимаю я бы тоже себе не купил с пробегом 150 тысяч поэтому у меня и автомобиль сейчас пробегом 37 851 то есть он еще будет ездить и ломаться то есть на одного хозяина кто следующие губит то на него она точно хватит ошибки удалились ну-ка покажи до ошибок нет больше поэтому я это не сохраняю мне это не надо так механические сиденья это уже весело это поддержка как я вот эти крутилки люблю просто отлично становится рука потянула смотри куда смотри назад 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 снимай 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 снимаю погнали дождь ланд как живется вам а эй дождь ландер гуд форт автомобиль американский смотри что делать всю деревню так вот мы загадили все было 80 процентов осталось 20 делов то надо было на машине просто никто не ездил кстати это может быть проблема до смотри когда у тебя автомобиль действительно прокатный где мало ездят на нем то есть ты на день взял куда-то съездил 20-30 километров с машины даже не успевает по сути сколько началось у нас утром стояла минут 15 на 20 дальше даже не разогреется дизель потому что вот и мы сейчас выехали и она еще 60 градусов он даже не нагрелась массаживый фильтр говорит и быстрее срочно прожигать дунем хотя бы чуть-чуть а то они сейчас опять выйдут из автомобиля тут жарко да мы прям сильно греет прям поджаривает я бы сказал хорош реально жарко как сделать там завеса дымовая смотри сколько он стоял его с места на место он же еще на стоянке стоял лизинговой компании пока его продавали нужно передвинуть сюда передвинуть сюда это завели передвинули остановили завели передвинули остановил даже никогда не разогревался только последний год-полтора это губительно для автомобиля он чанит едет нормально кстати по коробкам я не за не закончил начал разговор но не закончил его не раскрыл всей темы коробка говно . объяснить короче ломается там у них моевики маховики летят они реально проблемные то есть они ходят до 150 180 может быть чуть побольше если это на дальнее расстояние и все а потом ее нужно делать нет я может быть ошибаюсь но мой опыт лично такой у меня клиент покупает автомобиль на перепродаже давай форда возьмем какой-то там обязательно с автоматом но с пробегом чтобы подешевле я говорю не 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 да я говорю ну хорошо я посмотрю предлагаем у форд с лизинга то есть автомобиль с лизинговой компании которые обслуживаться постоянно был на этом со всеми регламентами сто восемь полу тысяч пробегу с салат коробкой автомат она приезжает то есть эта машина была для него на перепродажу и она была как с аукциона то есть у нас была такая уступка покупка автомобиля с аукциона я же ему в этот момент грань и он говорит да и гнин да я покупаю этого форда приезжает он вроде нормально все было своему полу он увез его что думаешь через сколько месяца два-три звонит не горит днем коробку у меня маховик короче начала пинаться стрелять и все это ничего не сделаешь отличные бизнес-идея разобраться как ремонтируется эти коробки и просто открываешь себе сервис по ремонту коробок фордов вот и все делов-то 2 2 плюс 2 поешь 23 фарда по дешевке со сломанными коробками разбираешь пытается починить узнаешь все на своих болячках ошибках что это происходит конечно нужно инвестиции на это вместе совершенно маленький берешь двух сотрудников которые тебя разбирают автомобили и как семечки эти один день снят второй день поставил готова 5 косарьев скассировал два дня пятерка плюсом части огонь бизнес пошел считаем бабулечки и называем повар дивизион шоу все бизнес готов покроем а сам по себе автомобиль то хороший двигатель этот гайф экономичный у кстати экономичный раз мы заговорили порт компьютер фербрау 6 и 8 показывает но это не может быть было 5 и 5 место лава еще и 7 место 26 причем задний ряд сидений достаточно большой и высоко в автомобиле класс затонировать боевую чудо продавца лучше тренировку поставим диски литые от боевые 20 вот так всего 37 тысяч пробега я надеялся что будет все в порядке ну как бы все в порядке крошек он сделал теперь нужно будет прочитать и посмотреть сколько он действительно насколько он засорил а ты знаешь еще у нас есть вот такая ерунда блок вытащил кстати прикольная штука надо себе снять в может быть наши машины поставить снимай есть есть серия номер есть все есть фирма текса надо посмотреть почем это все это же денег стоило это слежение автомобиля спереди под капотом и здесь стоял один бачок я специально вытащил сколько из литров он подписчиков спросил в инстаграме какие вопросы им интересно и один задал вопрос почему у айс макса расход 8 литров а у гелакси 10-12 я сейчас смотрю на расход последние сто восемьдесят семь километров мне расход показывает 7,2 для дизеля 10-12 литров я считаю аж такое я посмотрел увидел меня тряхануло я что-то отложил думаю ну ладно посмотрим не может быть у дизеля двухлитрового там 10-12 литров это что-то не так с автомобилем в общем 7,2 у нас расход вот к этому переключению передач нужно привыкнуть причем мануально здесь никак не переключишь только в режиме S включить есть старт-стоп камера и паркуется автомобиль самостоятельно паркуется параллельно и выезжаешь что ли навигация подогрев руля есть ничего себе вот этого я не видел в комплектации значит я этот ford дал без подогрева руля цена таких автомобилей если ты смотришь до двадцатый год до 50 тысяч пробега на автомате цены начинаются от 27 тысяч евро данный автомобиль у нас стоит 26 500 в общем по местам место здесь небольшое но оно есть оно здесь есть потом бардачок раз два три место раз два здесь достаточно много и глубоко если там видно то очень глубокое место то сюда влезет полтора литровая бутылка кока-кола а может быть даже и двухлитровая с охлаждением что ли что это свет значит это подсветка должна быть не место очень много здесь под мелочкой два подстаканника пепельница который не пепельница даже не пепельница нет смотри это под телефон чехол два USB и еще одно отделение нашел не видел его вот смотрите здесь вот сюда можно еще что-то положить сзади спереди то есть место в автомобиле больше чем достаточно сзади так вообще пушка можно матрас кинуть и спать там чтобы вебасты сюда было бы кайф да ну и машина у нас уже прошла регенерация уже так не воняет вот работает все четенько масло еще надо было поменять я хотел бы масло ему заменить чтобы он работал более не работало а на свежем масле было для меня это очень важно сколько мы на ней три дня да и подогрев руля работает такой кайф подогрев руля с утра сейчас давай заглушим чтобы соседи у нас сказали что мы здесь стоим немцы же почему твой двигатель ты портишь окружающую среду сделана прикольная клавиша очень аккуратно и в ряду таки раз красиво не торчат никак нормально мне нравится здесь SOS она не открывается она просто нажимается по бмв открывается ну и это зеркало это зеркало в других моделях по-моему с макси оно поворачивается здесь не поворачивается просто так в шаране поприкольнее будет в шаране под ногами задних пассажиров а тут есть смотри тут вот только вот это терафит окей но смотри что есть крюки чтобы грузить и а сиденье полностью снимается можно же их вытащить не же остегивается или остаются всегда здесь столики если надо я не знаю пользуется кто-то столиком для детей может быть я не пользовался никого так смотрим сиденья задний ряд сидений опускается вот так и снимается полностью по ходу нет нет не снимается есть вот задний ряд или вот так да ай ого нормально так ничего себе место то немало аптечка здесь хотя я уже видел то где то аптечку они еще электрические не раз два раз два три а я ее там раскладываю вот и все пожалуйста грузим холодильник но место здесь очень много смотри я просто сижу прикольно в общем вот так вот место тут больше чем достаточно зимняя резина стоит не на оригинальных дисках но зимняя резина 200 какой 235 55 широкая резина вот тормоза там процентов 30 осталось и у нас сейчас 38000 почти 40000 ходят колодки 40-45 наверное камера заднего вида в общем все есть для жизни так сказать и за эту цену я считаю отличный автомобиль не подогрев руля это конечно круто зеркала складываются то есть не такой неполный он тренд сюда бы тонировку раз потом сюда бы круиз-контроль бы я бы что да и все подряд напихал у нас подогрев лобового стекла есть это форт типично что прикольно в форде то что подогрев лобового стекла есть практически у всех подогрев руля ну то есть такие функции а winter пакет же точно зимний пакет у него зимний пакет это подогрев руля подогрев стекла это я читал да но я не видел что у него подогрев руля есть ну как бы логично можно было бы понять да единственная проблема по нему была это пассажевику который слишком мало ездил и плохо делали регенерацию то есть на нем нужно было кататься вот мы сейчас опять же проехали он греется крайне долго еще 60 градусов пока нагреется я думаю рекомендовал бы на этом двигателе так как он плохо греется масло менять каждые 10 тысяч из-за того что ты заводишь автомобиль или запускаешь автомобиль на холодную у нее появляется конденсат внутри да конденсат этот то есть заглушил потом опять завел опять заглушил опять завел конденсат не испаряется и вода будет в масле а это плохо для двигателя вода в двигателе это плохо поэтому менять часто если мало ездишь а если много ездишь по регламенту там 25 или 30 тысяч какого и это был ford galaxy тренд осмотрели посмотрели проверили дальше катаемся нужно хотя бы бак спалить откатать полностью бак чтобы саживать фильтр продуло прочитать еще раз ошибки я думаю что проблем с ним не будет уверен больше чем автомобиль находится на сайте уже Headless все оперативные潜 employed которые будут приходить нам далее каждый автомобиль проверяется смотрится, катается на нем то есть на нем ездить масло со мной делаем видео делаем осмотр автомобиля и в общем как-то так все и происходит. Я считаю, это намного круче, чем ты едешь к дилеру, смотришь автомобиль, там делаешь короткий тест-драйв, здесь ты делаешь большой тест-драйв, ты смотришь, что с ним, ты можешь его починить. В общем, мне эта тема больше нравится. И машину нужно покупать реально 90-100 тысяч и тогда проблем никаких нет. А все, что 140-150, это уже то там все, то здесь все это сломается. В общем, есть вопросики. Мелочки, конечно, но они неприятны. Просто неприятны. Хочется, чтобы человек забрал автомобиль, ездил и не ломался. В общем, Ford Galaxy Trem, я думаю, я вам дал достаточно информации по нему. До новых встреч, с вами был Денис Трем, компания Destacar, автомобиль из Германии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...